Ну что, Влад, куда мы сегодня с тобой попробуем? Да куда первый автобус будет, туда и попробуем. А что нам автобус? У нас вот посадчик-касадчик есть. Слухай, мы ж людям обязали лунно буйным планом показать. Может уже перегорнем эту сторонку? Ну, лунно так лунно, там и дубно есть, какой у Неман проваливается. Все, погнали. Погнали. Сябры, как вы могли уже заважить, с вами снова Андрей. И Владислав. И мы разом с компанией Годно протягиваем гонять во всю моц. Фух, а лишь из пёка. Пошла жара. У меня такое ощущение, что худ, как комусь тебе будет филиал пекла на земле. Ты прекращай это, Андрей, остановись. А что я? Я не про санкции, я про надворье. И снова, уважаемые господарства, мы витаем вас в лунне. Как я обещалю в минулом видосе. Мы вырешили больше грунтовно поставиться до истории этого местечка. Тем более, что местовый краевед Левон Карпович спрезентовал нам в допомогу свою книгу, аж но на 400 сторонках. И сейчас мы в прямом эфире зачитаем вам этот фолиант. Рыхтуйтеся. Конечно же мы жартуем. Расповедем вам только самое интересное. Как же утворилась эта частная лунна? Да и вельми просто. Як кажут, здесь бирается два еврея. Утворяется невелкая ярмарка. Где 50, там симфоничный оркестр. А где еврею больше за тысячу, Поустая, типовая белорусская местечка. Ой, Беня, не треба только тут бабулю лохматить. Давай расскажем всю правду. Моисей с иншими гультаями засталися на березе Мертвого Мора. А саправдные товарищи таки пошли в бласловенное место, где Великая Рыка, и где можно людям продавать у саляги товары. За недорого. Это, конечно, все жарточки. Лунна починалась на шмат ранее до прыхода товарищев. А ли у каждого жарца ее с доля правды. И про Габреев, и про их штатал расскажем вам трошки поздней. Когда штурховаться от археологичных дадзиных, то можно сразуметь, что люди на березе Великой Рыки селились на шмат ранее, чем вспоминывалось о ляких летописах и переписах. Ну, глядите сами. Великий водный шлях перекрыжевывается с королевским шляхом. Тут сам Бог потребует, как заявились, ну, по-новочесному, объекты придорожной, логистичной инфраструктуры. Есть в основу мерковать, что поселишься тут было уже при Миндогу в 1241 году. Но, по официальной версии новоковцев, местечко, как Лунная, в першиню узгадывается тут в 1503 году. Назва, хоть за все, походит от драпежной птушки, шуляка, луня, альбо от балского слова болота. Ну, кто тут вам уже правду скажет? Оле ж, из местом, из назвы, есть полная блытанина. Тут тебе и луна, и некая воля. А ле, по словах, все того же самого сподарали вона, все довольно просто. У те часы было шмот вольных пустых землев, и князь раздавал их арабам и сербам. Ой, пробавьте. Давал их за добрую працу, альбо ратные поспехи. Акаб сприять разведчу территорий, вызволял отпадатков и давал привилей. Как это теперь назовется? Правильно, свободная экономичная зона. Вельми часто гэтая майонтки назывались волями. И есть известки, что в 1503 году Константин Крошинский отрымал от Александра Ягилончика земли Лунна и Дубна и засновал тут майонток воля. А Дубна мы вам покажем с дрона и расскажем пару тековосток. Будет пригожа и текава. 855-й рок. Это чугунное лицо, наверное, я так подозреваю. А потом на авансцену выходит Джанчина, которая переследуя нас с видоса в видос и не даез упокоя. И гэта королева бонус-форца. Кап яна была живая, то вы б мели рацию подозревать, что она нам приплачивает, ну альбо назвать нас итальянскими кугловодами. А говорим мы про бонус-форца так часто тому, что она покинула вельми значный след на наших землях. Ну хотя бы то, что она научила наших прадков видельцами корыстаться. Добро, гэта, конечно, не головная. А головная у ее дочинения до городзенщины гэта выкуп и сбор землях, захопленных феодалами. Карацей с приходом итальянки тут начинается саправдная Санта-Барбара у стыли чай Крым. В 1531 году ее намесник по ее загаду заснавал тут местечко Луна, тогда еще за одной Н это писалось. А бонус-форца уфундавала тут бравляный костел, у которым, как кажуть, сама регулярно бывала. А лесопеги, которые на той час володали волей, подали скаргу на сфорцевого намесника за то, что он на их землях побудовал поселище. И тут справы начинаются, как у сучасной Беларуси. Для разгляду скарги, фактично на саму себе, бонус-форца створяет комиссию. Комиссия скаргу разглядела и постановила, что Луна застается властностью кого? Туру-ту-ду-ту. Королевы бонус-форцы. Вось вам и рейдерский захоп. Ну и на развитание с королевой ловите байку. Вось такая памятка лежит, клея костела до наших дзен и кажут, что бонус-форца сама укладала этот краевугольный камень у подмурок уфундованного ее костела. И молодые, которые берут шлюп без дозвола батьков, повинны прийти до камня и попросить королеву не помстить им, как и она зарабила этой своей невестце Барбары Радзивилл. Мы так само нечто попросили у бонышки, а ли вам не скажем, бо боимся, что не сбудется. Субтитры создавал DimaTorzok В 1612 году Лунна зазнала страшный пожар, сгорела о малю все местечко. Потом король передал Лунна в аренду соперям, ну передал, чисто футбольный клуб. Потом московская навала, войны, чума. Коротей стандартный набор поделал того часу. Черные полоски изменялись белыми, Лунна зазнала небывалых господарцев с дым, благодаря реформатору Антонию Тизенгаузу. Ну а после поделы речи посполитой и уход в Российскую империю. Новые владельники начали изменяться, как в калейдоскопе, потом заборона белорусской мовы, повстанни. На речи на мапах 17-18 Стагодзя Лунна позначена и подчеркнула свое место помиже Волковыском, мостами и Городней. Субтитры создавал DimaTorzok В неделю с 19-го Стагодзя Лунна почала вымоливаться таким, каким мы можем бачить сегодня. Типовая местечковая архитектура, площадь, храмы, костел перебудованный на Каменный при Панятовском и церковь Муруйовка. Синагоги и палацы, на жаль, до наших часов не дожили, а лишь мать будинка у широковой забудовы засталось. После однольковых домков с газобетону тут просто отпочивая в око. На некоторых вулочках местечка складывается такое уражение, что ты небыто не дел празе. Жкода только пиво богемского никто не подаст. Дякую. И вот тут треба вспомнить, чему мы в початку вида жартовали про яуреев. На 1939 год в Лунне проживал 1671 яурей, что складало 60% от усяго населенства местечка. А в разные часы их колькость доходила аж но до 80%. Лунна было штатлом, габрейским городком, но после войны, на жаль, от этого народа осталась только архитектура и могилки. Могилок так само было несколько, но сегодня можно увидеть только одния. И то в более-менш пристойном выгляде они только тому, что в 2005 году сюда приезжали американские студенты-волонтеры, упорядковали могилки и поставили огороджу. Много интересных особей, и выбитых имен, связано с местечком. И про некоторых из них мы просто не можем не рассказать. Болунинцы зауседы принимали активный удел у вызваленшим руху. И тут на гэтых могилках засталась в вельми добрым стане могила повстанца Калиновского Яна Каминского. Цекавый был его лес. Он был приговорный до смерти за уделу повстанни. И уже, когда он стоял на шафоте, пришла новина, что выдали манифест, что каждого десятого треба от смерти вызвалить. И ему, уже зазернувшему уводчика с тлявой, заменили смерть на каторгу и высылку. Праздовгий час Ян Каминский вернулся до хаты и помер на родной земле. Пошансовало. Были тут и паны с известной фамилией Ромеров. Так само ты еще из Магары. И в последние годы своего жизни тут у родовым Майонтку прожил известный мостак Эдвард Матеуш Ромер. Картины, которого заховываются сейчас в национальных и мостовских музеях Варшавы, Кракова, Вильни и Каунаса. Так вот, его отец, Ян Ромер, был уделником повстанни еще 1830-31 годов. Заховались известки, что у гостя до Эдварда Матеуша Ромера приезжала Элиза Ажешко. Постоянно написала твор над Неманом, герой которого Андрей Корчинский и Таян Каминский, той самой могилу которого мы вам показывали. В часы новейшей истории совсем забыли такую мелочую назву, как Местечко. Лунно было то городским поселком, то сейчас агро-влады придумали еще лучше. Агрогородок. Но откуда взяться креативу, когда первичные так званые элиты университетов в Бонне и Сарбоне не кончали. Максимум в этой сельгаз-академии в горках, те академии при сами ведете ким. И белорусская мова для них деревенская и амаль что лаенка. А лишь, когда поцаруешь по утульным вулышкам Лунно, разглядаешь вторую забудову, разговляешь с простыми людьми, но не поворачивается язык вымовить агрогородок. Лепей милое сердце местечко. Сучасное местечко живе, как и сто годов тому, размеренно и непредметно. Звучайное життя тече, как тот батька Неман, и только потом про его напишут в истории. Чтобы жить годно, нужно перш-наперш видеть свои итоги и короней. Бо помбезные палацы и золотые горы это наповно пустое. Жить треба тут и теперь, вдыхающий по ветру полными грудями. Вот так само живее местовый краязнавца сподар Левон Карпович. Ездить в краму, садить бульбу, косить траву, пишет книжки про родные местины и навод мая выдатную коллекцию паштовых марок, частка из которых экспонуются поезжали навод с мостов. И я отримал гоноровую премию 30 базовых величин. Сподар Левон нас, як соправдных беларусов, вельми цекавець, скольки ж уласных сродков вы угрохали у свою книгу. Первое выдание, вот это выдание, это мне сделали бесплатно. Добрые люди. Добрые люди. Павел Можейко, Разгородзенскую библиотеку, усерые краязнавцы Беларуси. А уже другое выдание я делал самостоятельно полностью. так само за някие вправки никому ничего не платил. Друковал в российском выдании Редеро. Такий сайт есть. Тому она висит во всех склепах. Я зауваживаю, на всех литературных плясовках можно почитать. И коли написать такое слово звучание Луна воля, то сразу будет вон Карпович читай и калиласки. И даже дарма бесплатно. я на этом сайте размещал. А теперь я заказал 20 экземпляров уже для себе папировку. Это обошлось мне 130 долларов. Ну то еще прямое. Ну и про сучастность еще одну байку утисну особиста от себе. Бот детинство топлю за городзенский футбольный неман. Тут в Луне народился Сергей Черник на плену в этих воротах он стоял. Брамник городзенского немана, который погулял во французском нансе, а потом вернулся на родину. В конце 2013 Сергей в интервью сказал «Я как любой спортивец конечно хотел бы погулять в европейском клубе, но если играть в Беларуси, то только в Немане». А простый день перешел в Борисовское боте. Ну и как обещали, заскочили удобно на верхних променях солнца как палашить вам в эстетикой местовых краеведов и батькой Неманом. Тут у Дубни Неман отвоевываю у лесцовых свои законные сотки, подмывая вёску каждый год на некольки метров. И так подмывая, что жахару крайних хаток уже приходится переселять далей от рычища в социальное житло. Есть удобнее пригожая церковь. И с этим православным храмом связана одна дивная история. Легенда рассказывает, что эту местную церковь побудовали помылково. Причем архитектором выступил славутый итальянский майстер. А сам проект церкви был отмыслово распрацваный для однайменного украинского города. Невядомо было это помылкой или промыслом Божим, но величины мураваны будинят церквы, различные на шматлику украинскую пасху, заявился в 1840-х годах в маленьком белорусском местечке и упрыгоживая его уже несколько ста годзи. А от себя хотим додать, что в украинском дубне все-таки побудовали церкву по этом проекте, но крышечку сменили его. Там не пять куполов, а три. Сябры, вот и закончилась наша черговая вандровка. Мы споделимся, вам сподобалась. А если так, то подписывайтесь на наши каналы Годно и Живый Беларус, ставьте лайки, пишите комменты, будьте с нами. Конечно, как зауседы мы не успели рассказать шмат про что. Про Яну и Цицилию, могилу Явара, про героя нашего часа Олеся Белокоза, но все сделаем, все поспеем, чекайте. Любите Беларусь, вандруйте по Беларуси, живите годно. Пакуль.